Мы рассматриваем серию видеороликов совершенствования проектирования железобетонных конструкций, выявления, устранения, предупреждения ошибок, представляющих собой видеоотчет об объединенном заседании Советов по железобетонным конструкциям и по программным средствам строительства. Это пятый ролик серии, представляющий третью часть моего сообщения на заседании Советов. Сейчас мы переходим к третьей части сообщения к возможности повышения экономичности конструкций, снижению их стоимости и материала емкости. Рассмотрим еще раз способия по расчету бетонных и железобетонных конструкций на ЛМ. Здесь очень большое внимание уделено экономичности расчетов сечений и элементов. В каждой группе примеров выполняется проверка того, что получено минимальное армирование, при котором выполняются требования норм. Затем армирование минимально уменьшают и при этом требования норм не выполняются, значит программа ОМСИК железобетон определяет действительно оптимальное минимальное армирование. На примерах пособия мы рассмотрели оптимизацию армирования сечений и элементов. Однако существует еще задача оптимизации систем, конструкции зданий и сооружений. Для решения этой задачи автор настоящего сообщения предложил методику оптимизации, названную принципом разделения параметров. На основе методики разработаны вышедшие вниз рекомендации по оптимальному проектированию железобетонных конструкций. Эта же методика вошла в другие документы, пособия по проектированию фундаментов на естественном основании и руководству проектированных железобетонных пространственных конструкций и покрытий и перекрытий. Методика была использована для решения ряда задач оптимизации у нас в стране и за рубежом, в том числе для оптимизации отечественных типовых серий. В настоящее время методику используют совместно с программой ОМСНИП железобетон, что позволяет решать большие сложные задачи, добивая существенной экономии материалов и снижения стоимости. Это особенно актуально сейчас во время кризисов и санкций. Приведем пример, изложенный в указанной здесь статье. Несколько лет назад мы принимали участие в проектировании достаточно сложного здания, сейчас уже построенного на шоссе энтузиастов. Здание состоит из двух многоэтажных корпусов, соединенных между собой переходами. В проектировании принимали участие четыре организации. Моспроект 2, Промстройпроект, НИЖБ и наша организация. В нашу задачу входила оптимизация колонн. Особенностью колонн было то, что в них наряду с гибкой арматурой использовалась также жесткая арматура в виде металлических слябов. Задача оптимизации ставилась следующим образом. Необходимо было разделить группы колонн на ярусы с одинаковым армированием и в каждом ярусе найти соотношение между гибкой и жесткой арматурой, таким образом, чтобы минимизировать расход металлов. При этом, конечно, должны были выполняться все требования норм. Такая задача была решена и по сравнению с начальным приближением, предложенным Промстройпроектом, удалось добиться экономии стоимости порядка миллиона долларов США. В интернете размещены сообщения с изложением разработанной методики для оптимизации железобетонных плит, а также для оптимизации многоэтажных стен и колонн. В приведенных примерах, по сравнению с начальным приближением, удалось добиться следующей экономии. Для железобетонных плит экономия стали составила 25,6%. Для железобетонной многоэтажной стены экономия стали при числе ярусов с одинаковым армированием 3, 5 и 10 составляет соответственно 12,8%, 24,9% и 35%. Продолжение следует...